Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Республика вышла на третий этап. Ограничения снимаются, но запрещены массовые мероприятия. Сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. Еще одни ясли скоро распахнут свои двери для дошколят. В Тиберде продолжается строительство нового корпуса детского сада. Велосипед тоже транспорт, и правила дорожного движения никто не отменял. Как их соблюдают юные велосипедисты? Много улиц на свете разных. Овести прошлись по Алычевой. Что интересного там происходит и где находится вкусная улица? Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов объявил о третьем этапе снятия ограничений в республике. В Карачаево Черкесии уже месяц наблюдается постепенное снижение больных коронавирусом. И можно с уверенностью говорить не только о положительной динамике, но и стабилизации ситуации. Снижается количество инфицированных, а число выписанных из госпиталей в сутки намного превышает число госпитализированных. На пике эпидемии мы открывали новые госпитали, а теперь готовим к открытию первой в республике реабилитационный центр для восстановления здоровья переболевших коронавирусной инфекцией, отметил глава. Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. Это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов при условии расстановки перегородок и расстановки столов на 1,5-2 метра, бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха, населения. Образовательных учреждений и органов ЗАГС, но по-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения. Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а на возобновивших работу предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все меры, предписанные Роспотребнадзором для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сказал Рашид Тимрезов. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4162 из них, 2612 выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 162 пациента. Сегодня в парламенте Карачаево-Черкесии состоялась внеочередная 14-я сессия. Пленарное заседание вновь прошло в формате аудиоконференции. Депутатский корпус под председательством вице-спикера Дагира Смакуева рассмотрел 9 вопросов. С ежегодным финансово-экономическим обоснованием бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики за минувший год выступил директор Айдемир Джанкёзов. Разработка и принятие ряда законопроектов были обусловлены изменениями федеральных законов. Их представители – руководители комитетов по науке, образованию, промышленности и транспорту. В Карачаевском городском округе активными темпами продолжается строительство нового ясельного корпуса детского сада номер 6 Тиберды. Об острой необходимости еще одного дошкольного учреждения в городе-курорте, главе Карачаев-Черкесии, рассказали жители населенного пункта во время выездного приема граждан. Нахмат Халкечев подробнее. Строительство хоть и началось в октябре прошлого года, но работы шли с серьезным опережением графика. На данный момент готовность объекта составляет чуть больше 80%. Уверенно можно сказать, что строители вышли на финишную прямую. Активная идут работа по прокладке инженерных и электрических сетей. Попутно благоустраивается территория и выполняется космическая отделка помещений. Работы ведутся согласно сметно-проектной документации и по срокам, и по качеству. Поздняя весна сказывалась, но мы не останавливались. Были очень сильные морозы и снег, но мы не останавливались, шли к намеченному. Строительство нового ясельного корпуса стало возможным только при личном содействии главы республики Рашида Тимрезова. Старое здание детского сада Тиберды было построено в конце 40-х прошлого столетия и давно уже не соответствовало никаким нормам и требованиям. Краткий, но увлекательный исторический экскурс для нас провела заведующая детским садом номер 6 Тиберды Диляра Луковнева. Вот это здание, ясельное здание, равно как и те здания, которые находились через дорогу, там, где сейчас строятся, они были построены прямо сразу после войны пленными немцами 49-го года постройки. Естественно, они даже тогда не соответствовали уже советским нормативам, не говоря о сегодняшнем дне. И, безусловно, все эти годы как-то еще помещались, наверное, дети. Но сейчас у нас очень много многодетных семей, 3-4 ребенка в семье, это уже норма считается. Естественно, никаким образом они помещались и не могли принимать детей в группы в ясельные. Естественно, их мамы не могли выходить на работу, потому что сидели дома. Несмотря на то, что природно-климатические особенности Тибердинского ущелья все же отразились на темпах строительства, представители подрядной организации и руководства городского округа очень сильно рассчитывают, что уже к началу нового учебного года учреждение дошкольного образования распахнет свои двери. Ахмахалкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Тиберда, Карачаевск. Меняется на глазах, речь идет о внешнем облике аула Беслиней, который за последнее время преображается в лучшую сторону. Таким переменам рады прежде всего жители населенного пункта, ведь совсем скоро в Ауле начнет работу совершенно новый дом культуры. На каком этапе ведется строительство, узнавала Фатима Даурова. Стране нового дома культуры выросло в самом центре Беслинея, рядом с сельской администрацией. Объект культуры возводится в рамках реализации программы комплексное развитие сельских территорий. В настоящее время строительство находится на завершающем этапе. Еще немного, и финишная черта будет пересечена. Мы начали работать в сентябре месяца прошлого года. У нас по плану идет сдача конец года, но мы рассчитываем сдать его в течение месяца. У нас уже фасад заканчивается, благоустройство заканчивается, внутренние отделки. Надеюсь, вы сняли там уже полы, чистовая отделка начинается, покраска. Надеемся, в течение месяца нам внутрянку полностью сдадим, наружные сети проделаны. Мы очень надеемся, нашему заказчику нравится наше качество, и мы надеемся, что в течение месяца мы уже будем заканчивать наши работы. Тяжелая работа уже завершена. Сейчас же строители заканчивают внутреннюю и внешнюю декоративную отделку здания. Параллельно ведется благоустройство территории дома культуры. Уже уложено 450 квадратных метров плитки и столько же асфальтного покрытия. Установлены фонарные столбы, скамейки, мусорные урны и проводятся работы по озеленению. Очень надеемся, что дети без линейки успеют летом отдохнуть хотя бы один месяц. У них же здесь танцевальный кружок, рисовальный кружок. И я думаю, что они успеют попользоваться нашим трудом, дети отдохнуть, оценят, надеюсь, на это. Тем более, они еще зашли в другую программу, сцену, отделка. Так что вкупе с тем, что они водопровод делают. А вот в Беслинея я считаю, что у них все шикарно сегодня. Дом культуры – не единственное нововведение в Беслинея. В прошлом году здесь был открыт парк культуры и отдыха, который был возведен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Площадь места для досуга жителей составила 5000 квадратных метров. Установлены детские игровые площадки, два больших навеса, где отдыхающие могут переждать дождь или укрыться в тени от жаркого летнего солнца. Прямо-таки я не знаю, как выразиться. Вот мы садимся, разговариваем, старики, и все время говорим, что у нас аул значительно преобразился за последнее время. Каждый вечер, сыночкам, сынокам, все, кто на лесопете, кто на пешком, кто-то так просто на самокате вечерком они прогуливаются. Раньше на Занчуке по бурьянам ходили, по Занчакам. А сейчас, слава богу, прекрасно, очень много изменилось у нас. Очень много изменилось. Большое спасибо главе республики, большое спасибо администрации районов, что они беспокоятся. Большое спасибо Нине, который сейчас работает, глава администрации аула Беслины. Парк собираются еще доработать. В планах установка тренажеров на спортивной площадке и обустройство летнего театра. Перемен, которые требовали сердца жителей Беслинея, потихоньку воплощаются в жизнь. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабевский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Температура ночью 15-17, днем 30-32 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В Покровском парке Черкеска провели состязательные мероприятия среди юных велосипедистов столицы нашей республики. Организаторами выступили сотрудники Росгосавтоинспекции. Цель мероприятия – напомнить ребятам правила поведения велосипедиста на дороге. Подробности смотрите в материале Руслана Джукаева. Профилактика и повторение правил никогда не бывает лишним, когда дело касается безопасности дорожного движения. В особенности это относится к юным велосипедистам. Сотрудники госавтоинспекции провели состязательные мероприятия среди детей велосипедистов в Покровском парке города Черкеска, где на практике показали и рассказали детям, как правильно вести себя на дороге. В основном нарушения такие, что дети, взрослые на пешеходном переходе не сходят с велосипеда, а прямо на велосипеде переезжают проезжую часть под пешеходу. Это категорически делать нельзя. Почему? Потому что водитель может не успеть вовремя среагировать, увидеть вас и остановиться. А также и велосипедист, управляющий транспортным средством велосипеда, тоже может вовремя не среагировать. Инспекторы напомнили ребятам, что выезжать на дорогу на велосипеде разрешено только с 14 лет, а остальным любителям колесного транспорта рекомендуется кататься в парках и использовать при этом средства защиты от трав. Государственная инспекция по городу Черкесску регулярно проводит вот такие мероприятия. Дети с большим интересом приняли участие в мероприятии и отвечали на вопросы, осознавая в столь юном возрасте важность данного события. Что для себя нового ты узнал? Я узнал правила дорожного движения, и мне это мероприятие понравилось. В завершении госавтоинспектора вручили участникам медали и удостоверения юных велосипедистов, а также светоотражающие элементы и электрические звонки. Услан Жукаев, Роберт Шевутанов, Вести Карачаева, Черкесия. По поручению главы республики Рашида Темрезова в селе Нижняя Ермоловка, которая входит в состав муниципального образования доусусского сельского поселения, будет проведен ремонт дороги двух улиц. В живописном населенном пункте, расположенном в горной части республики, и состоящей из десяти географических объектов, побывала съемочная группа Вести. Из Нижней Ермоловки репортаж Аллы Динаевой. Село Нижняя Ермоловка располагается в живописном месте вдоль федеральной дороги, ведущей к известному курорту Архыз. Здесь проживает 400 человек. Весной этого года жители села обратились к главе республики с просьбой помочь отремонтировать дорогу на одной из улиц. Ее путь пролегает к христианскому кладбищу. Здесь находится небольшая церковь, и на православные праздники сюда приезжает много людей. Есть поручение главы республики о реконструкции данной дороги. Мы планируем в августе месяце дорогу, она длина где-то метров 350, полную реконструкцию. То есть мы сделаем водосрочные канавы, поднимем тело дороги из песчаногровой семейства и сверху мы подсыпем щебеночное покрытие. Мы планируем в августе месяце это все сделать. Сухую, недождливую погоду по этой проселочной дороге можно без препятствий пройти и проехать, но когда дождь, образуются лужи, и это создает жителям неудобства. В Нижней Ермоловке необычное название улиц. Почти как в песне Юрия Антонова «Пройду по Абрикосовое», только здесь Алычевое, и их сразу две. Они параллельные, протяженностью 350 метров. Между ними протекает и речушка водяная. Здесь растут красивые полевые цветы и земляника. Само место очень живописное. Здесь находятся базы отдыха, и летом многие стремятся сюда отдохнуть от городской суеты. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Нижняя Ермоловка. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова